Сегодня в Омске вынесли первый приговор по делу об упавшем кране. В суде было установлено, что инспектор Сибирского управления Ростехнадзора Константин Иванов не провел экспертизу промышленной безопасности строительной техники, что и привело к трагическим последствиям. Напомню, в октябре прошлого года на улице Жукова башенный кран упал на проезжую часть. Многотонная конструкция раздавила два автомобиля, погибли четыре человека. В отношении учредителя компании, генерального директора, начальника участка и самого крановщика было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В отдельное производство было выделено уголовное дело в отношении инспектора Ростехнадзора. И в ходе следствия, и в суде Константин Иванов свою вину не признал, поясняя, что по закону не мог проводить экспертизу крана. Гособвинение просило назначить бывшему инспектору три года условно, однако суд вынес более строгое наказание – два года лишения свободы в колонне-поселении. Кроме того, судом постановлено взыскать с Ростехнадзора России в отношении четырех потерпевших по 700 тысяч рублей каждому. Гражданские иски о возмещении вреда материального осталось без осмотрения. Им разнесено об упрощении гражданской порядки. После рассмотрения уже непосредственно нового дела в отношении организации, допустившей поддельный экран.